Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, вот подошла уже седмица страстная, приближается паса Христова, и мы сегодня вспоминаем, как Господь чудесно для укрепления веры и апостолов, учеников своих и других близких и дальних, совершил чудо воскрешения Лазаря. Как сказано в Тафаре, прежде свое общее воскресение, прежде свое страсти, умиляя из мертвых, Господь воскресил Лазаря. И мы видим, что Господь может не только сам воскреснуть, может воскресить и любого человека. И как Он говорит в Евангелии, что Я сотворил, и Вы сотворите, и Своим учеником, и больше всех сотворите. И видим в истории церковных двухтысячелетних, что многие святые, тоже преподобные Сергии наши, небесные покровители, и губи земли русской, и многие другие воскрешали людей. Но Господь говорит, не об этом надо радоваться, а радоваться о том, что имена наши написаны в небесах. Поэтому укрепляет нашу веру. Чудеса – это лишь подскорье, поддержка. Но, с другой стороны, чудо является действительно сильной опорой, сильной поддержкой. И совершая чудеса, Господь укрепляет нас в вере, уверяет нас в своем правильном пути, потому что строки соблазнов и телесных немощей, болезней, скорбей и душевных искушений, и духовных всяких фейков, соблазнов и так далее. Поэтому в этой жизни жить непросто, и нам нужна постоянная поддержка. Поэтому сказано, что надо опираться на Бога, на церковь, на верующих людей. С кем придетешься, от того и добьешься. Поэтому, читая Евангелие, Евангелие постоянно, и жития, и включение святых отцов, мы укрепляемся в вере. А когда мы общаемся в мире, где много соблазнов, сквердных, пороков, то вольно-невольно подсаживаемся и начинаем отходить от дел веры, благочестия и спасения. Событие, которое читалось в сегодняшнем Евангелии, очень много дивных песен. Я хотел бы обратить внимание на то, что есть разные формы любви. Мы видим, что Марта очень любила Господа. Она ему служила. Она готовила. Она заботилась, как говорится, об устроении вот этого, там, трапеза, поминальной, поводу Лазаря. Она все свое сердце, все свои силы и таланты приложила, чтобы послужить Господу. Но Мария, она тоже любила Господа, но она, как сказано в Евангелии, благою часть избрала, сидела у ног Спасителя, внимательно слушала. И такое служение, такое угодно Богу. Мы видим, что Марфа, она Господь с ней беседовала, что и говорит, что веришь ли в воскресенье метод? Она говорит, да, веру. И объяснила свои слова, свою веру разумную. Но при этом, когда Господь воскресил Лазаря, она говорила, что веришь, что Господь может его воскресить. Тут же усомнилась, он же смертит, то есть не могла вместить до конца. То есть умом она веровала, сердце же у нее немножко отставало. Мы здесь, конечно, хотелось бы еще отметить, что и Господь, будучи совершенным Богом и совершенным человеком, показал пример любви божественных нам, прошел на крест все его деяния. Вот сейчас мы видим последние уже события, приближение к кресту и его любовь нашу вплоть до креста, пролитие крови, отдание жизни своей. Как сказали, точь любви, то душу свою положит за други своя, так и Господь положил жизнь свою за нас. Нас ради человека нашего, ради спасения, он делал это дело спасения. Но он еще был человеком, и как человек он болел, скорбел, страдал. И в частности он, как говорится, сказано, что возбудился духом, заплакал, а у смерти Лазаря, то есть, и все говорили, вы видите, как он любил его. И поэтому, когда говорят, что не надо плакать о почившем сроднике, о том, что какое-то расставание с каким-то родным, близким человеком, ну, почему не поплакать? Если, одно дело, привязанность плотская, скотская, бесовская, конечно, это страшно, это плохо. А когда духовная, святая привязанность к Богу, нравственным, добрым делам, к Божьим людям, и сказано, что Бог любил Лазаря и поскорбил, поплакал, так и мы, когда умирает ближний человек, вот умерла наша близкая монахиня, Мария, в моменте, которая была, конечно, многие поплакали, поскорбили, это, ну, мы расстались с ней, может быть, увидимся, дай Бог, увидимся в царственном месте, но все равно это спорно, поэтому, вот это вот, человеческое спорно, оно имеет место быть, как говорится, правильное, святое, может быть, и душевное, но благочестивое. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем любить Бога, будем любить Бога, прежде всего, за Его божественность, за Его святость, за Его любовь к нам, за Его добрые дела, подражать Богу, подражать святым, и прилипляться к Богу, всем сердцем, своим умом, помышлениям, чувствами, и веровать в воскресшего Господа, нашего Иисуса Христа, и, как пример, на нашем назидании, и Лазаря, прежде всего, своего смерти и воскресения, Господь воскресил Лазаря, и укрепил нас в вере, поэтому будем укреплять нашу веру добрыми делами, чтением святых отцов, и исполнением заповедей Христовых. Благодаря вас Господь, нашим Богом и всем святым.